В эфире Богдан Роман и самая долгожданная межгалактическая восьмибитная пятница приближательная, да? Шоу ДЖОЙСТИКИ! Так, мы сегодня здесь не только мы восьмибитные, но еще и легендарный ЛИГАВАЙС! Привет! Я 16-битный, мне кажется, уже, я позже подключился к компьютерным играм. Короче, тут два Дэнди и одна Сега, я правильно понимаю? Итак, друзья, ЛИГА у нас в гостях, очень рады тебя видеть, шоу что-то скрывать. Здорово, я рад тоже очень у вас быть. Вообще. Да я тут даже кнопки просто разломал. От радости уже Богдан сломал кнопку. Понеслось. Как ты, бро? Я замечательно, отлично, нормально, в связи со всеми обстоятельствами, просто классно. Ты заметил, что он даже под свою музыку делает любые слова, там, рифмы не было, но все было четко вообще. Красавчик просто. Да, друзья, прямая видеотрансляция на сайте rgfm.ru, смотрите. Ну и у нас сегодня будет скоро, да, трек. Новый. Точнее, самый любимый всеми нами. Смотри, у нас есть телеграм-канал Джойстики. Когда мы выложили, что ты к нам приходишь в гости, нам все девчонки написали, будущие мамы уже мамы, а некоторые не один раз. Оу, классная шутка. Я ее слышал лет 10 назад. Серьезно? Ну так, подставок телеграм-канал. А написали сегодня, мы тебе покажем потом. Это кайф, да, да, это кайф. Эта песня вообще фольклор практически. Мне это очень нравится. Да, это очень круто. Это вечный трек просто. Этой песне исполнилось 15 лет, и по этому поводу крутые чуваки Филатов и Кэрос сделали свою версию новую. И вот вы ее можете слушать теперь на радио Energy. Слушай, просто там в телеграм-канале прям, вот ты спроси, я спрошу, долго ли пишется трек? Это цитата из телеграм-канала. Не именно будущие мамы, а вообще сколько времени у Лиха Лайза уходит, чтобы написать трек? Все время по-разному. Нету никаких правил. В музыке вообще правил нету. Пытаются придумать какую-то формулу, как написать песню. И когда следует этой формуле, музыка получается дурацкая и неживая. Нужно всегда правила опровергать. Сначала их, конечно, все выучить и уметь пользоваться, а потом опровергать. Ну самый быстрый трек? Моментально, фристайлом. Ну согласен, да. Согласен. Должны быть разные. Рэпер. Я согласен. Слушайте, мы просто говорим, мне кажется, прям вот это больше заходит под разговор. Конечно. Ты начинаешь говорить, прям реально, я понимаю, что почему-то как-то наша подложка всегда про меняет. Расскажи, у меня есть очень важный вопрос. Рэп-клан Дио и Би. Что ждет нас от Дио и Би? Потому что я помню, что было у Дио и Би. Очень рад, что все возвращается. Что вы мутите? Рассказывай скорее. Дио и Би, это моя группа. Мы почти 20 лет ждали возвращения объединиться снова. Занимались своими сольными проектами. У меня их было миллиард и миллион. У вас там какая-то подложка? Давай, ты мне хоть отстукивай. Я же ее не слышу. А ты прям вообще... Он не слышит эту музыку, а говоришь в ритме. Я тебя варен в путь, прям вообще четко. Профессия такая, ребят. Дио Би готовит нам сюрприз. Дио Би, это моя группа, с которой я начинал, в которую я пришел 16-летним чуваком. И очень многому у чуваков научился. А сейчас мы снова возобновились и записываем новый альбом. Уже выпустили несколько синглов. Слушайте Дио Би, подвальная грязная рыбчина, которую на Радио Энерджи не пропустят вообще никогда. И в джойстиках. Спасибо интернету, что у вас появилась возможность такой музон теперь слушать без всяких эфиров. Партизаны, эфиров, Дио Би. Слушайте, там нехорошие слова, только детям до 18. Так, ну на всякий случай. А потом не детям. Значит, смотри, уточните, у нас прямой эфир идет. Все ок. Дети до 45, пожалуйста, приглашаются. Особенно будущие мамы. Это вся наша же аудитория. Успокаиваться уже. Мне очень нравится, я прям втягиваюсь уже. У меня ряда, качается. Я рад тут быть. Это кайф. У меня завтра Калининград. Весь город купил, брат. Калининград. РК Планета. Приходите все. Так, короче, мы после эфиров Калининграда. Да, в Калининграде. Все, кто с жестиками. Мы-то не можем. А люди-то могут. А и да, в Калининград там круто. Погнали, все, короче. Денди Лейсбокс. 360-й, 360-й. Шварценеггер или Сталлоне? Да-да, я удивитель. Марио или Контра? Э-э-э, Контра. Скучаешь по карате, да-нет? Да. Зука или Юпи? Что? А, Роял Спирт. Живьем или под фанеру? Живьем онли. А, мы сейчас еще прокачаем, еще больше. Конечно, мы же были бы не джойстики, если бы не любили Игралова и Рубилова во всем. Поэтому сейчас у нас специально для тебя, Андрюх, есть музыкальная подстава. Да. Я отношу листок с текстом, который Леголайз видит первый раз в жизни. Что будет дальше, сейчас все вместе услышим. Мы даже, причем договорились, что вот сейчас за эфиром не дадим ему показать, чтобы он прям не подготовился. Поэтому... Начинаем. Как он читает, это вообще просто на изи. Да, можно пробежать. Ты можешь посмотреть? Ну, сейчас вот. Да, так, быстренько. Ага. Ту, это вообще легко. Когда будешь готов, мы прям включим и все, и запишем. Так я готов. Он вчера еще был готов. Посмотри, он его. Камдаби является. Дамы и господа, я представляю вашему вниманию уникальную композицию, которую не слышал никто и никогда. Все папы, которые говорили, почему же Лига поет только про девчонок. Мы это исправили. Музыку. О. У-у-у. Будущие папы еще не знают, какой хардкор их ожидает. Раскачаем кроватку сегодня и завтра, пусть все знают, как дети отдыхают. Будущие папы еще не знают, какой хардкор их ожидает. Раскачаем кроватку сегодня и завтра, пусть все знают, как детки отдыхают. Пусть все знают, как детки отдыхают, скажите «Горячо!» Пусть все знают, как детки отдыхают, скажите «Горячо!» Пусть все знают, как детки отдыхают, скажите «Джойстики!» Пусть все знают, как детки отдыхают, скажите «Энерджи!» Слушай, ну вот, пожалуйста, кайф просто, вы просили, получите! Крис Пиктяо! Вообще, Андрюха, красавица. А чё, играем в битурхит? Короче, есть такая игрулька. У нас есть такая игрулька. Там, значит, есть музыка из восьмибитных приставок и какие-то песни переделаны в восьмибитный саунд, чтобы тебя запутать. Твоя задача — послушать и сказать нам «Игруха это или эта песня?» Мочи. Погнали! Чё, игра да? Он ещё и... Да, молодец! Действительно, один балл есть. Это 50 Cent. ПИОМП. Давай вот так попробуем. Ну-ка. Это чё-то не знаю. Это, ты думал, игра. Не знает, говорит. Знаешь же! Тянет время просто. Я просто пытался вспомнить даже какая игра. Змейка. Змейка прокачанная. Помнишь, такие прыгали? А, Змейка. Ещё и там, когда в воду падаешь там... Змейка 2. Особенно возвращение. Змейка 2-0, бро. Безумный. Так, а давай, ладно. Разум. Ну-ка. Не узнаю. Ну, если ты не знаешь слов, значит... Значит... Что там? Контра? А, это чёрный плащ. Даааа! Еее. Ну, из игры. Из игры. Да-да-да. Всё чётко. Из мульта я бы вспомнил. 3-0 Лига выигрывает. Понеслась дальше. Ломаем стереотипы. А, ну смотри... Смотрите видео-трансляции! Брови Николайза сейчас уникальные занимают позицию. Танцуют. Нет, это стопудов какая-то песня, но которую я не знаю. Слава Богу! Барбегио, Аква. Ну просто, суровый, лютый рэпер не должен знать барбегио. Конечно, ну классиковые песни. Такая середина девяностая. Так, а вот так, ну-ка. Какой-то хардкор именно. Это слейер, мне кажется, восьмипитном исполнении. Кстати, я тоже подумал об этом, да. Но это контра. И это когда босса проходишь, как раз там вот такое музло звучало. Окей, давненько, давненько видно уже, да, восьмипитном. О! 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 Я вижу свет в его глазах! И... Ну это сэмплили, даже это рэперы сэмплили. Смиф и Вэссен группа про Бруклин какая-то у них была песня. Но это Марио, да? Да! Да! Это когда он спускался в подземелье. А я почему-то среагировал, потому что рэперская песня... А не сэмплили, рэперы одни американские. Он уже слова вспоминал, короче, да? Сейчас мы запишем себе. Так, ну давай вот сейчас финалим, смотри. Вот так, ну-ка. О! Ну это что-то прикольно. Ага. Да, Лав Дэвэй Лай, это Ариана и Эминэм. Слушай, я считаю, что про... Власти данной нам FM-диапазоном мы объявляем Легалайза победителем в игре Битурхит! Скажите джойстики! Джойстики! Скажите Энерджи! Энерджи! Слушай, а ведь не репетировали даже. Так, у нас на связи есть Татьяна. Танечка, привет тебе. Да, привет. Вот ты уже Андрей слышит, и мы слышим тебя. И в бассейне, или в машине? В машине, в машине. Ну, смотри, тролль, а какой, а? Ну надо же. Может, у нее тачка с бассейном, откуда вы знаете, парни? Может, такой машина-дом здоровая такая крутая. Итак, ребятушки, будем прямо сейчас играть с вами в игрульку, которая называется Антоха. Мы будем перечислять каждому из участников, соответственно, я... Антоха и мы. Антоха и Татьяне, да, а Легалайзу будет читать... Роман меня зовут, ты все время забываешь? У него сложные имя. Короче, Лега в команде со мной, Таня в команде с Богданом. Так как Легалайз пришел к нам первый... У него рэп. Рэп. Он с рэпом пришел? Он пришел к нам с рэпом. А Татьяна с роком? Да. Для разминки Антоним на слово Легалайз. Нелегал. Вот. Я выиграл. Все. Он сам с собой играет. Итак, еще раз. Мы называем вам прилагательные, вы называете на них Антонимы. У каждой команды по 30 секунд. Кто наберет больше, тот и молодец. Что, кто первым будет играть? Мы с Татьяной. Что это вдруг? Ну, хорошо. Легалайз сам пришел, а Таня дозвонилась. Татьяна, давай... Давай на камень ножницы, Татьяна. Да как она, мы все ее не видели? Они играют первыми. У тебя что? Все, все, Татьяна сказала. Татьяна сказала, вы, пацаны, играете первыми, поэтому командуй от винта и играем. В любой непонятной ситуации рэп. Окей, как сказала дама. Рэп. От винта. Команда, от винта. А, это Антоним надо на от винта сказать? Нет, это на от винта, это типа начали. Ладно, давай, поехали. Полевой. Домашний. Ленинский. Гитлеровский. Почтовый. Хотя нет, царский, наверное. Рэп. Красава. Железный. Пуховый. Слепой. Зоркий. Управляющий. Ведомый. Встречный. Прогнанный. Забавный. Душный. Логический. Глупый. Все, и все, мы все. А ты не успел, да, все, дальше. Что-то мы успели. У нас, между прочим, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь слов в игре. И Антоним на от винта считается за 10 баллов. 18 баллов. А какой был Антоним на от винта? Стоп, машина. От хвоста. Надо было бы. Так, Татьяна, Татьяна. Да. Ну что, как готовность? Помним, да, наше пропускное слово рок? Все. Командуй от винта. От винта. Непрерывный. Рок, рок, кричи, рок. Рок, рок. Отчаянный. Глупый. А, молодец. Чуждый. Что еще раз? Чуждый, чуждый. Близкий. Корпоративный. Одиночный. Собачий. Кошачий. Чудовищный. Прекрасный. Автономный. Аккумуляторный. Интеллигентный. Можно еще спеть на интеллигентный. Круто. Я впечатлен. Татьяна, попробуем, ну попробуем побороться на интеллигентный. Говори руку же, что тянуть. Интеллигентный, безграмотный. Ну, короче, ладно, считаем вас. Раз, два, три, четыре. Нормально, интеллигентный. Итак, как только рэп вернулся в мою жизнь, ко мне вернулась богиня Антохи. Восемь-четыре, мы с лигой победили! Да, Татьяна, увы. Ну, как-то это нечестно было. Я впечатлен, если честно, игрой Татьяны. И от меня приз, можно? Личный подгон от Легалайза? Легко. Ну-ка. Приз зрительских симпатий. Два билета на мой московский концерт 6 августа в Москве. 16 тонн. Буду очень рад. Приходите обязательно. И приглашаю всех, приглашаю всех, подписывайтесь к моим соцсетям. Там еще устрою розыгрыш. А кто может себе позволить, то приобретайте билеты. 6 августа, Москва, 16 тонн. Очень классный концерт с новой программой. С живым барабанщиком, с премьерами песен. Будет D.O.B., будет много мерча, будет много всего. 6 августа, Москва, 16 тонн. Йоу. Прошу прощения, после Антохи, просто когда говорят, живой барабанщик, у меня на автоматах... Рэп надо говорить, да? Рок или рэп. Я правильно понимаю, что Легалайз сломал правила Антохи? И девочка, которая проиграла... Татьяна уже точно пойдет на концерт. Танечка получила два билета на концерт Легалайза. Так, круто. Татьяна, пожалуйста, повиси чуть-чуть на линии, пообщаемся по поводу билетов, как их и где забрать. И спасибо за игру. И Лига, спасибо тебе за... Спасибо большое. И правда классная игра была. У нас других нет. Тебе спасибо за то, что пришел к нам. По билетам сейчас поговорим за эфиром. А ты про наши билеты? Ну да, тоже надо попросить, согласен. Ой, это трава. Сыграем, если вы играете у меня в контру или ваше... Так, все, погнали. Подумаем. Врубайте. Спасибо.